привет друзья в этом видео мы смотрим такой отрезок времени как гулика калам это тоже один из четырех отрезков времени которые у нас есть в каждых сутках и мы рассматриваем их влияние как мы можем это использовать абхиджит мухурту раху калам мы уже рассмотрели сейчас рассмотрим гулика калам и в следующем видео рассмотрим яма гантом и так гулика калам гулика калам тоже у нас он плавает у нас по коле суточного времени от суток суток к суткам то есть она может быть сегодня например сразу после абхиджит мухурты или там в нахлёст на абхиджит мухурту в этом случае кстати абхиджит мухурта не страдает и вот то есть гулика калам может там скажем идти в нахлёст на абхиджит мухурту, а завтра оно может быть там ближе к вечеру. А послезавтра оно может быть там где-то в районе, начинаться в районе 16 часов. Продолжается гули-какалам обычно тоже около двух мухурты. То есть от часа до полутора часов обычная гули-какала у нас имеет длительность. И каковы качества этого отрезка времени? У нас в прогнозе это называется время посева кармы. Если абхиджит мухурта у нас называется самый добрый час, раху-калам у нас называется самый недобрый час, гули-какалам у нас называется время посева кармы. И почему оно у нас так называется? Именно потому, что в это время все посеянное вернется с торицы. Что посеешь, то и пожнешь. Причем каждое посеянное зерно дает всходы как минимум один колосок, а то может быть и целое дерево, на котором будет куча плодов. Сделали какую-то маленькую толику, получили обратно во много раз больше. Вот именно такое качество в своей максимальной концентрации содержит в себе вот этот отрезок гули-какала. И поэтому в него рекомендуется на него назначать именно такие дела, которые мы хотим, плоды от которых мы хотим в разы увеличить. Это один из аспектов. Естественно, мы на этот отрезок времени планируем какие-то добрые дела, потому что мы не хотим плохих плодов, мы хотим хороших плодов, да, поэтому и сеять мы должны добрые какие-то зерна. И вот любая благотворительность, любое какое-то пожертвование, сделанное в этот день, отдача от него увеличивается в разы. Не в этот день, а в этот, извиняюсь, отрезок времени. От часа до полутора часов обычно он длится. Это вот один из моментов. Второй момент. Мы можем на этот отрезок времени планировать какие-то действия, которые мы хотим ввести в свою жизнь в качестве регулярной практики какой-то. То есть, если мы хотим выработать какую-то хорошую привычку, то нам нужно первые несколько дней, когда мы это, допустим, делаем, начинать это именно в этот отрезок времени в гуле какала. То есть, все начато или сделанное в отрезок гуле какала имеет тенденцию к многократному повторению в будущем. Вот это второй момент. Вот эти два качества гуле какала мы можем использовать. При этом, ну, естественно, мы должны помнить, что любое нехорошее действие, которое у нас пришлось на этот отрезок времени, оно также будет нам давать свои плоды увеличенные многократно и тоже будет иметь тенденцию к повторению многократному в будущем. Таким образом, если нам обязательно надо сделать что-то нехорошее, допустим, сегодня, нежелательно делать это вот в этот отрезок времени гуле какала. Время посева кармы. Это был третий промежуток времени из четырех и четвертый это Яма Гантам. Об этом будет записано в следующее видео. Так и будет называться Яма Гантам.